всем привет на канале готовим вкусно с вами я павел и я просто был поражен результатами своего предыдущего ролика там эти кабачки просто смотрят смотрят и смотрят огромное количество подписчиков почти 6000 подписчиков с ролика я надеюсь что я вот этим блюдом не мир вас не разочарую оправдаю то что вы на меня подписались это рецепт котлет без мяса ну как это блинчики котлеты называйте это вот так котлеты пускай это будут котлеты и несмотря на то что у них нету мяса каждый кто их попробует спросит вас обязательно какой фарш вы сюда добавляли но здесь его нету вами интересно погнали набор ингредиентов очень простой нам понадобится 6 столовых ложек овсяных хлопьев приправа карри 2 яйца примерно 200 грамм картофеля 3-4 зубка чеснока ну и соответственно кабачок кабачка я взял или цукини кто как называет под прошлым видео там возник спор это кабачок или цукини ну в общем у цукини кабачка нам нужно убрать кожу она уже такая достаточно плотно и я не думаю что она нам будет нужно примерно 600 грамм нам надо 2 яйца и 2 столовых ложки муки собственно ничего сложного чистим кожу наш цукини кабачок вместе с картошкой сейчас мы натираем на вот эту крупную терку с кабачком мы управились сюда же трем картошку на ту же крупную терку картофель вместе с кабачком или цукини перемешиваем берем соль примерно где-то пол чайной ложки одну чайную ложку по вкусу солим перемешиваем и оставляем минут на 20 чтобы из цукини кабачка ушла влага кабачок с цукини картошкой подсоленной оставляем сторону чтобы они нам не мешали и занимаемся второй частью для этого берем чеснок 3-4 зубка но тут по вкусу я чеснок люблю у меня достаточно не такие крупные по размеру и сюда их да и вообще котлеты чеснок любят а даже в мясные любые мясные бросаю его без проблем без всяких это вкусно это ароматно добавляем сюда две столовые ложки муки уже было отмерено добавляем 6 столовых ложек овсяных хлопьев смотрите кто любит по вкусу можно добавить черный перец да не только черные любые ароматные пряности травы которые вам нравится я чуть-чуть добавлю черного перца мне нравится естественно мне плохо если у вас будет какая-нибудь деле не у меня есть вот такой мороженый укроп буквально недавно срезал заморозил так чуточку буквально нам будет достаточно опять же таки тут все по вкусу теперь приправа карри на этот объем нам нужно примерно пол чайных ложки много не надо она достаточно ароматная вот так еще раз это все перемешаем отлично добиваем сюда два яичка карри укроп чеснок аромат просто бомбический все теперь это аккуратненько перемешиваемся и дадим минут десять для того чтобы овсяные хлопья впитали в себя влагу стали мягкие податливые так все с края в тарелке ложечкой подбираем формируем комок все готово оставим на 10 минут и продолжаем и так спустя буквально 20 минут посмотрите какое колоссальное количество жидкости у нас образовалась эту жидкость необходимо слить и хорошо отжать у нас тут крахмально сочная жидкость такая так и и кстати можно использовать для овощного супа и в принципе для приготовления каких-то оладушек вместо воды например минерализированная с крахмалом будет хорошо помогать держать форму с мукой так у нас вот получилось примерно миллилитров 200 250 жидкости убираем ее то что мы оставляли хлопья наши овсяные с яичком разными пряностями выбрасываем все сюда теперь мы это все перемешиваем ну соединяя просто в однородную массу я вас не обманываю пахнет это просто восхитительно благодаря карри чеснок укропчик ребята просто бомбически перемешиваем буквально одну-две минутки просто для того чтобы равномерно распределилась яичная масса хлопья все готово теперь приступаем к непосредственно к жарке теперь вставим сковородку на небольшой огонь наливаем немножко растительного масла ждем пока разогреется все разогревается сковорода и берем формируем вот такие котлетки не сильно толстые ну по размеру смотрите сами как вам будет нравиться больше и отправляем их жарится средний огонь без фанатизма накрываем крышкой небольшой огонь жарим 3-4 минутки с каждой стороны и так вторая партия блинчиков у меня закончена вот такие они у нас получаются точнее не блинчики а котлетки естественно что такую красоту здесь есть картошка мы будем кушать со сметанкой вот так ну и самое время переходить к дегустации давайте попробуем видите у меня первую партию я делал такие большие вот блины такие толстые вторую партию поменьше взял потоньше но тут все от ваших собственно предпочтений сметанка уважаемые подписчики канала никакого обмана реально есть вкус мяса он такой весьма интересный я вам скажу что его формирует его формирует овсяные хлопья и кукурман яйцо добавляет сюда такую белковую нотку поэтому вообще никаких вопросов не возникает что здесь есть вкус мяса но при этом самого мяса здесь нету я не файм над вегетарианской веганской и прочей еды это блюдо просто для разнообразия но если посмотрит это вегетарианцы или веганы буду рад комментариям замечанием укропчик вообще бомба здесь играет ребята спасибо вам огромное за просмотр и подписывайтесь на канал и в ближайшее время уже не буду делать такую паузу я просто отходил от шока от предыдущего видео буду выпускать каждую неделю по два-три ролика подписывайтесь делитесь нашими видео внизу будет ссылочка на мой инстаграм где буду публиковать и уже публикую такие небольшие рецепты на которые мне лень снимать видео ну вот так просто взял там за две минутки выложил и показал то что я готовлю обычно там каждый день либо через день но не считаю достойным снимать видео но при этом это просто бомбические рецепты ссылочка внизу подписывайтесь с вами был канал готовим вкусно меня зовут павел до встречи